Методы снижения размерности И начнем наш обзор, наш разговор с методов отбора признаков Но прежде чем начать, хочется на самом деле понять А зачем нам в принципе этим заниматься Первые две лекции мы с вами пытались строить какие-то алгоритмические композиции Какие-то там комбинировать слабые модели в более сложные и так далее А сейчас вроде как переходим к такой задаче, как снижение размерности Вот хочется понять, кто из вас понимает вообще какую размерность мы собираемся снижать И дальше понять вообще для чего все это нам нужно Давайте по порядку Значит это во-первых план на нашу сегодняшнюю лекцию Сейчас я вам расскажу ту мотивацию, которую представляю себе я по этому всему поводу Дальше мы немножко вспомним вообще критерий выбора моделей Которые вы с Колей в какой-то степени касались И дальше посмотрим некоторые разновидности методов отбора признаков Переборные алгоритмы, теоретико-информационные И то фактически, каким образом можно принимать решение о том Вот нужна ли какая-то конкретная фича там в вашей системе машинного обучения или не нужна Ну, соответственно, в первую очередь мотивация Собственно, вы все правильно сказали, да, но мне почему-то казалось, что все начнут говорить о том Что на многомерное пространство в общем случае как бы сложно смотреть Вот, то есть мы же как наш анализ данных Ну, по крайней мере, Коля как вас учил Анализ данных начинает с того, чтобы что-то там как-то визуализировать Для того, чтобы понять как-то структуру данных, посмотреть на данные Вообще понять, какие модели будут подходить для нашей данной То есть если мы сразу визуализировали наши данные Увидели, что они как-то линейно разделимы Мы взяли, построили линейную модель, порадовались, что у нас все работает Если у нас что-то более сложное, значит мы начинаем работать с чем-то более сложным Вот, окей, соответственно, как вы дальше правильно сказали Скорость обучения Соответственно, чем больше у нас столбцов в нашей матрице Которая описывает наши точки в многомерном пространстве Тем, соответственно, медленнее наши алгоритмы машинного обучения На таких данных оптимизируются Вот, поэтому, то есть в реальной жизни это, конечно, тоже крайне немаловажно Дальше, как вы правильно сказали, это качество обучения Значит, что по поводу качества обучения Действительно, в реальной жизни существуют факторы Которые не только не добавляют качества в вашей системе машинного обучения Но приводят к тому, что начинают это качество портить За счет чего так происходит? Происходит за счет того, что у вас появляются какие-то достаточно сильные факторы Которые помимо какого-то положительного сигнала Несут в себе еще какую-то значительную долю шума И за счет этого шума Соответственно, у вас происходят какие-то ложные классификации вашего алгоритма В зависимости от значения фичи То есть ваш алгоритм машинного обучения не может эту фичу игнорировать Потому что в ней зашит достаточно сильный положительный сигнал То есть действительно она в каких-то случаях выдает правильный ответ Ну или приводит к правильной классификации Но в общем случае мы понимаем также, что существует ряд примеров В которых, соответственно, значение этой фичи Помимо какого-то правильного, хорошего, чистого положительного сигнала Несет еще какой-то шум Это в свою очередь приводит к какому-то неадекватному поведению нашей модели Если она, конечно, не обладает устойчивостью к таким факторам Вот, дальше, соответственно, экономия при эксплуатации То есть нужно понимать, что в реальной практике Особенно, когда вы применяете систему Ну, то есть вашу модель машинного обучения в продакшене Особенно в нагруженном продакшене Соответственно, чем меньше у вас факторов Тем меньше факторов вам нужно хранить Меньше факторов, если эти факторы динамические вам нужно считать и так далее То есть это, во-первых, обеспечивает и быстродействие при применении ваших моделей Плюс это дополнительно обеспечивает экономию памяти Экономию ресурсов То есть вы можете купить меньше оперативной памяти Там, не знаю, диски меньшего объема и так далее Вот, соответственно И последний пункт Кто понимает, о чем тут идет речь Об этом как бы никто не сказал Но на самом деле я вам на первой лекции про это говорил Понимание данных и гибкость построения новых моделей Вот кто помнит Тот пример, который я приводил на самой первой лекции Про ранжирование и про фильмовые запросы То есть когда мы специально для отдельной категории запросов Пытались строить модель То есть пытались делать как бы новый сигнал Из тех сигналов, которые описывают фильмовые запросы И добавлять этот сигнал в модель более высокого уровня Для последующего использования Там, смотрите, какая проблема У нас фильмовые запросы в потоке Они представлены не очень часто Соответственно, если мы будем Вот эти факторы, которые отличают Грубо говоря, хорошие фильмовые документы От плохих фильмовых документов Будем эти факторы пытаться добавлять в нашу общую модель Которая оптимизируется на, что называется, несмещенном датасете Мы увидим, что на самом деле эти факторы будут практически не использоваться Или использоваться очень мало То есть, соответственно, мы не получим того влияния Которого мы хотим добиться для фильмовых запросов То есть наша модель будет использовать более сильные факторы Которые, соответственно, представлены для большего количества точек Нашего обучающего множества Понятно, да? А, соответственно, вот эти факторы У которых фактически будет маленькая дисперсия То есть они будут представлены для очень ограниченного набора точек Наша модель машинного обучения использовать не сможет Ну, скажем так, нормально использовать не сможет Для этого предварительно мы делаем вот это вот Ну, как мы их все называем, супер-фичу Вот, то есть на отдельном датасете обучаем фильмовую модель Вот, и дальше ее используем как фактор для модели более высокого уровня И это уже становится сильная фича Потому что она как бы агрегирует всю информацию более слабых признаков И, соответственно, ее уже использовать модель более высокого уровня Не может как бы не использовать Потому что как бы она уже несет в себе достаточно сильный сигнал Вот такая вот логика И, соответственно, вот такие вот выкрутасы мы можем проделывать В реальных боевых системах Вот, ладно Поэтому есть какие-нибудь вопросы? Или все более-менее понятно? Окей, давайте немножко вспомним, что такое проклятие размерности Вот, ну, с Колей вы, наверное, должны были это все разбирать Но я вот, что хочу отметить здесь Один маленький нюанс Фактически с ростом размерности, да Вот, если посмотреть на эту картинку То вот, если мы не меняем количество точек нашего обучающего множества То фактически вот здесь вот Количество, ну, то есть в двумерном случае Количество пустых двумерных брусов Ну, или там двумерных параллепипедов или кубов Там, как хотите называть В общем, в этом случае количество пустых ячеек в нашем многомерном пространстве Их всего две При переходе в трехмерное пространство Вот И при сохранении того же количества точек Сколько у нас становится пустых этих ячеек? Ну, вот, собственно, да То есть, такая основная проблема То есть, нам при росте количества наших размерностей Нам все сложнее и сложнее становится строить предсказания Для вот этих вот самых наших многомерных пространственных ачеек Куда в теории могут попадать точки Точки из того пространства, с которым мы работаем Понятно, да? То есть, нам каждый раз нужно драматически больше точек В общем случае, получение информации по каждой точке Это не дешевая операция Ну, то есть, понятно, да? Наверное, там на курсе поиска Леша вам уже рассказывал, что там нужны асессоры Асессорам нужно платить деньги Асессоры работают медленно и так далее То есть, там целая вообще головная боль на эту тему есть Вот Поэтому, конечно, нам хочется ограничиваться каким-то малым набором факторов Которые бы, в свою очередь, позволяли бы нам не генерировать Не требовать огромных датасетов для обучения Чтобы все параметры, которые мы для наших моделей подбираем Были достаточно надежными Вот Ну, я думаю, здесь особых вопросов нету Не должно у вас возникать Так, соответственно Существуют два основных подхода к снижению размерности Значит, первый называется feature extraction А feature extraction, что он из себя представляет? Собственно, задача состоит в том, чтобы наше исходное признаковое пространство Перевести в некоторое другое признаковое пространство Меньшей размерности Для того, чтобы каким-то образом постараться представить всю информацию Которая агрегирована в нашем датасете Каким-то более компактным образом Ну, фактически Такая концепция сжатия данных Сжатия информации, которая есть в наших данных Вот Особенность, которая здесь есть Это то, что мы пытаемся фактически Все Те признаковые описания, которые у нас есть Перевести в некоторое другое пространство И с ним работать Многомерное Вот С feature selection не так Фич selection, то, о чем мы будем говорить сегодня Здесь предполагается, что мы будем отбирать Некоторое подмножество наиболее полезных факторов То есть, из фактически множества наших Множества наших столбцов Матрицы наших обучающих данных Мы будем пытаться каким-то образом Выбрать то подмножество столбцов Которое будет в некотором смысле наиболее полезно Вот О критериях полезности мы вот как раз сегодня будем говорить Каким образом это можно понимать и так далее Вот Это понятно, да? Здесь вопросов нет Хорошо Соответственно, задача отбора признаков формализуется достаточно банально То есть, у нас в традиции есть некоторый набор обучающих данных То есть, есть n димерных точек И к своим соответствует некоторая вещественная метка И нам нужно найти подмножество признаков нашего исходного признакового описания Которое бы содержало набор наиболее информативных признаков Вот И, соответственно, существует такая уже устоявшаяся классическая классификация методов отбора признаков Это так называемые вропер-методы, фильтр-методы и имбеддот-методы Вот, соответственно, о вот этих трех категориях методов мы будем сегодня долго и упорно разговаривать Так Соответственно, что такое вопер-методы? Ну, на самом деле, это класс так называемых переборных методов Почему? То есть, если вы посмотрите на workflow, который здесь происходит То мы сначала те наши данные, которые у нас есть, нашу матрицу обучающих данных Прогоняем через некоторый алгоритм отбора признаков Дальше, собственно, по этому набору признаков строим модель При помощи алгоритма машинного обучения Дальше чекаем performance Если performance растет, окей, значит, фича, ну, точнее, subset из фичей годный Если performance не растет, значит, то, что мы нашли, как бы не ась Вот Ну и, соответственно, вот это все перебирается, перебирается, перебирается То есть, в общем случае, понятное дело, что нам нужно здесь рассмотреть множество всех подможеств Как бы признаков Соответственно, как это не делать, вот мы сегодня будем об этом говорить Дальше Так называемый фильтр методы Здесь все достаточно просто Вот здесь никакой вот этой зависимости От постоянного построения модели нету Здесь у нас фактически есть некоторая система, которая отбирает наши фичи По этим Дальше мы, соответственно, отобрав эти фичи, отдаем этот отобранный, там, сайты с фичей нашим алгоритмом машинного обучения И дальше, соответственно, мы получаем на выходе Ну, на выходе модель некоторого качества Вот Соответственно, просто Что здесь хорошо Здесь эта штука, как бы, она не требует внутри себя перестроения постоянно модели Вот И последний, собственно, класс методов Это так называемые имбедд методы Здесь мы сам процесс фичи селекшена полностью отдаем нашему алгоритму машинного обучения То есть мы считаем, что наш алгоритм машинного обучения – это black box И он внутри себя сам знает, какие фичи выбрать Ну, то есть вот об этой штуке мы будем сегодня говорить подробнее Особенно в срезе тех алгоритмов, которые мы проходили на первых двух занятиях Окей Значит, давайте немножко вспомним про то, как мы осуществляем выбор модели обучения Что у нас есть? У нас есть по традиции наша обучающая выборка У нас есть некоторые типы моделей Вот Которые здесь обозначены через А И у нас есть некоторые методы обучения этих моделей Вот То есть То фактически там Ну, условно говоря, с какими параметрами мы там обучаем там нашу модель Вот И, соответственно, наша цель – найти в некотором смысле метод обучения Который будет обладать на выходе лучшей обобщающей способностью Вот Здесь частные случаи Ну, вы их на самом деле все уже знаете Это, собственно, оптимизация гиперпараметров моделей Выбор самих моделей То есть То, что, опять же, Стослав правильно сказал Это понимание, какая модель лучше всего подходит под наши данные Если мы видим, что линейная регрессия все решает Значит, останавливаемся на линейной регрессии Если видим, что как бы там наши данные сильно нелинейные То там линейная регрессия никакой не пахнет Значит, мы там делаем деревья или еще чего Может, там сети какие-нибудь Ну, в общем То есть выбираем ту модель, которая наши данные будут лучше всего описывать Вот Ну и, собственно, также Мы можем проделывать отбор признаков То есть, фактически Наш метод обучения Он зависит от тех факторов, которые мы, собственно, для обучения используем Вот Тут, по большому счету, еще нужно, конечно, добавить выбор датасета Сюда Но про выбор датасета у нас Будет целых пятерых лекций И мы, соответственно, об этом тоже будем говорить Каким образом можно брать точки для обучения Вот Соответственно, как по традиции оцениваем качество То есть, мы предполагаем, что вот у нас есть Ну, даже не предполагаем, а вводим некоторую функцию потерь для нашего алгоритма На примере X Вот Дальше считаем функционал эмпирического риска На обучающей выборке Соответственно, если мы пытаемся оценить качество на обучении То есть, если мы проделаем следующую процедуру То есть, мы, например, обучили нашу модель Там, условно говоря, с каким-то новым признаком дополнительным Увидели, что на обучении На обучающей выборке у нас ошибка уменьшилась При тех же параметрах Ага, типа, сделали вывод, что все хорошо Вот та фича, которую мы добавили, она крутая Но на самом деле, вот Насколько это правда? То, что если мы добавили какую-то фичу И увидели, что на обучении, например, ошибка, которую мы оптимизировали Она стала меньше Какие выводы мы можем сделать из этого? То, что фича, которую мы добавили полезна Или то, что она бесполезна То есть, мы можем тупо засунуть туда ответ И фактически безошибочно распознать обучение Но при этом, как бы, жестко залажать на новых данных Вот, поэтому, конечно, нужно использовать какие-то внешние критерии для этого Вот Ну, внешние критерии, как вы знаете Это, там, типа, различная кросс-валидация Но, опять же, тут, что важно заметить Что, вот, внешний критерий, он всегда предполагает использование каких-то данных Которые вы не использовали в обучении И если, на самом деле, те данные, которые вы не использовали в обучении Вот эти проверочные данные, они какие-то смещенные, да? Ну, то есть, нам в общем случае, там, получить какие-то несмещенные выборки Это, там, особенно для пространства большой размерности Это, там, сложная задача, мы будем это обсуждать Вот Поэтому, на самом деле, то, что мы будем мерить на тесте Оно, на самом деле, тоже будет вот такой вот Некоторой смещенной выборкой И, по большому счету, та оценка, которую мы получим Она зависит от разбиения Это, как бы, печально Вот, как-нибудь, там, попытаться уйти от От вот этой вот зависимости от разбиения ММШ Так, это то, что мы вот успели уже обсудить Про запоминание обучающих данных А это, собственно, да, наша формула для традиционной кросс-валидации И, соответственно, частный случай кросс-валидации Это то, что мы Если берем просто случайное множество разбиений Соответственно, мы все равно можем получить Достаточно Достаточно смещенный результат Вот Соответственно, полную кросс-валидацию нам делать Достаточно накладно Ну, понятно, по какой причине Потому что это Нам нужно рассмотреть все подмножества размера Q Из наших общих данных Значит, скользящий контроль Тоже достаточно долго, очевидно Самое Самый state of art, что называется Самое то, что Обычно используют Там для каких-то проверок Более-менее серьезных Это вот Многократная проверка по блокам То есть мы взяли одно, соответственно Одно дробление наших данных Потом взяли какое-то другое дробление наших данных И так далее Вот Соответственно Понятно дело, что это достаточно накладно Вот С вычислительной точки зрения Но То есть с практической точки зрения Там более какую-то правильную оценку Можно получить именно вот таким вот образом Вот Ну, естественно, если у вас нет возможности Сделать полную кросс-валидацию Если у вас какие-то маленькие грушные данные Можно вообще все сделать И не париться Так Так, соответственно Вот задача отбора признаков по внешнему критерию У нас традиционно выглядит следующим образом Ну, собственно Так же, как и любая задача для подбора модели по внешнему критерию То есть мы хотим найти некоторый такой оптимальный сабсет Который будет, что называется, приводить нашу систему в состояние fit Но еще как бы не оверфит Вот То есть А в общем случае То есть мы должны понимать, что это Для того, чтобы оптимально ее решить Нам потребуется там Перебрать множество всех подможеств Вот Это как бы не ась И сейчас мы как бы попытаемся подумать над тем Как это Как это сделать более эффективно Как нам, грубо говоря, не перебирать Вот эти вот Два в степени Два в степени D Соответственно, вот тут что-то написано про экспертный подход Это Это попытка фактически там Рассказать, что в некоторых В некоторых ситуациях Если ваша система не очень сложная То есть достаточно применить некоторый экспертный подход То есть посадить людей, которые являются специалистами В данной конкретной тематической области Для того, чтобы они там использовали свои знания Как-то вот это вот множество отобрали Вот Ну, опять же, то есть То есть Подможество из признаков вы отберете Но никакой гарантии того, что оно будет оптимальным У вас, конечно, не будет Плюс как бы сажать людей, которые будут Там из каких-то своих Полуэмпирических соображений Пытаться понять, что Тот или иной признак Там хорош Это в общем случае Вещь тупиковая Вот И, конечно, нужно применять Какие-то более интеллектуальные методы Вот Соответственно, вот Сейчас мы рассмотрим Так называемые Жадные алгоритмы Для построения Аппроксимации Вот этого Оптимального Сабсета фичей Ну, давайте начнем С простого алгоритма Forward Selection Ну, собственно Алгоритм безобразно прост Вот То есть Мы начинаем с пустого множества И, соответственно Итеративно Начинаем добавлять По одному признаку Причем Каким образом? То есть У нас на вход Поступает Оригинальный сет фичей Вот У нас есть некоторые Внешние критерии для проверки И у нас есть Н параметр Ну, некоторые параметры Которые мы будем использовать В качестве параметра остановки Вот Начинаем, как я сказал С пустого множества фичей И дальше Последовательно Добавляем по одной фиче На каждой итерации Таким образом Чтобы Добавление каждой новой фичи У нас Максимизировало Наши внешние критерии Понятно, да? Ну, то есть В качестве внешнего критерия Вот, как я сказал Мы будем предполагать Использование Многократной Кросс-валидации Вот этой по блокам Вот То есть Все То есть Безобразно просто Каждая итерация Берем фичу Чекаем Чекаем Скор Короче Если То есть Ищем ту фичу Которая К этому скору Дает максимум И ее и добавляем Вот Так делаем До тех пор Пока Не придем К следующему То есть Если На протяжении Нескольких итераций Мы видим Что добавление Очередных фич Приводен Лишь к незначительному К незначительному Увеличению Нашего Скоро на внешнем критерии Мы говорим Что все Харе Значит Достаточно нам фичей Скорее всего Больше ничего Как бы интеллектуально Обхапнуть Мы там не сможем Вот Ну, соответственно Понятно Понятное дело Что таким образом Мы какую-то Неоптимальность В любом случае Получим Вот Но Скажем так Некоторая аппроксимация Для построения Вот этого Оптимального Сабсета фичей У нас есть Вот Аналогично Есть метод Который называется Backward Elimination Соответственно Там все то же самое Только вместо того Чтобы чего-то Куда-то добавлять Мы будем по одной фиче Убирать То есть сначала Смотрим Весь сабсет Дальше убираем фичу Которая Которая все Все портит сильнее всего Вот Ну или скажем так Удаление Которые приводят К наименьшему уменьшению Скоро Вот Если уж так получилось Что все фичи Которые там были Там давали какой-то профит Вот Но На самом деле Если все фичи Которые там были Давали какой-то профит Это уже скорее сигнал о том Что Тот сабсет Который у нас собран Он уже в некотором смысле Оптимален Вот Соответственно На самом деле То есть В общем случае Мы должны понимать Что Вот это вот Рассмотрение Множества Всех подножеств Это же Фактически Есть там Какая-то задача Дискретной оптимизации То есть По большому счету Любые идеи Которые позволят нам Сократить Просто перебор Они здесь как бы Валидны То есть мы можем Их применять Если у нас есть там Какие-то эмпирические Знания Там О фичах Если мы Ну То есть Самый простейший вариант Это просто там Не рассматривать Те подножества Да Вот в нашем В нашем рассмотрении Всех сабсетов Которые дублируются То есть будем Рассматривать Только сочетания Но не будем Рассматривать Перестановки Понятно, да? Вот И соответственно В качестве критерия Станова Собственно Будем использовать Вот такую оценку Бесперспективности Ну то есть Фактически Как в том Жадном алгоритме Который я вам представил То есть Если мы видим Что после того Как мы Все глубже и глубже По нашему Вот этому дереву Идем И соответственно С увеличением глубины У нас Качество не растет То соответственно Мы говорим о том Что типа Давайте дальше Мы вот эту ветвь Наращивать не будем Посмотрим Может быть Можно Можно Что-нибудь Нарастить В другом месте Вот Ну На самом деле Это Что называется Некоторые Вот этот вот Подход Жадных алгоритмов И вообще Вропер методов Он скорее Для нас Представляет Некоторый Такой академический Интерес По большому счету Потому что Потому что Вот Понятное дело Что никто Так в реальной жизни Делать не будет То есть Это Космический Оверхед Просто По Перформансу Вот То есть Вы Я не знаю Сколько нужно Десятков тысяч Серверов Чтобы Из этого Построить Какую-то Там Более-менее Ну Продакшн Систему Для того Чтобы Эти Фичи Новые Отбирать Проверять И так далее Вот Поэтому Знаете Что так Можно делать Но Делать так Сами Не надо Вот Соответственно Единственное Что Нужно Из этих Методов Вынести Это Во-первых То Что Мы Всегда Отбор Признаков Так или Иначе Должны Осуществлять По внешнему Критерия Вот Да Собственно Наверное И все То есть То Что Для Сокращения Перебора Хороши Любые Гристики Это Как бы И так Понятно Ладно Давайте Чуть Чуть Более Интеллектуальные Вещи Посмотрим Соответственно Теоретика Информационный Метод Как я Сказал С самого Начала Значит Вот Эти Методы Они Как раз Не Предполагают У Нас Постоянных Перестроений Моделей Вот То есть Они работают Вроде как Без Без использования Алгоритма Машинного Обучения Соответственно Вот Давайте Подумаем А что Можно Вообще В принципе Сказать О фиче Никаким Образом Не Применяя Наш алгоритм Машинного Обучения Вот Предварительно Вот У нас Есть Просто Вот Наша Матрица Обучающих Данных Во-первых Из очевидного Да То есть Что Можно Вот Глядя На Датасет Без Алгоритм Машинного Обучения Сказать Ну то есть Во-первых Если у нас У фичи К примеру Нулевая Дисперсия Имеет ли Ее смысл Вообще Использовать Для обучения Скажем так Для того Чтобы ваш Алгоритм Машинного Обучения Использовал Фичи С малой Дисперсией Он должен Обладать Достаточно Большой Сложностью Ну то есть Это Там должен Быть Ансамбль Деревьев Если вы Попробуете Там Затолгать Какую-нибудь Линейную Модель То скорее Всего Особенно С регуляризацией То там Вообще Без шанса Вот Если она Конечно Там ответ Не содержит Вдруг На каком-то Сабсете Вот Дальше Соответственно Давайте Не будем Брать Фичи Которые Не несут Никакой Информации О Нашем Таргете Вот Ну просто Зачем Зачем нам Фичи Которые Никакой Информации Об ответе Не несут То есть Такие факторы Нам очевидно Не нужны Вот И соответственно Для того Чтобы обеспечить Какую-то оптимальность Да Нашего Сабсета Давайте Не будем Дублировать Наши факторы То есть Не будем Пытаться Добавлять Факторы Которые уже Похожи на те Которые у нас Там и так Уже есть Которые уже Отобрали Вот На самом деле Вы должны Понимать Что вот Эта вот Проблема Мультиколинеарности Да Которые Особенно Вот Там Вам Должен был На линейных моделях Рассказывать Про проблему Мультиколинеарности Но в реальных задачах Да Особенно Там В том же Например Информационном поиске Вот Там где мы хотим Фактически Предсказывать Релевантность Для пары Запрос документ Насколько Насколько Вот эта пара Она будет То есть Насколько Этот документ Будет релевантен Запросу Да Соответственно Там Ну Наверное Подавляющее Большинство Факторов Они как раз Являются Некоторыми Представлениями Этой релевантности Ну то есть Фактически Все чиселки Они в той или иной Степени Как-то характеризуют Эту релевантность То есть Мы пытаемся Вот этими всеми Чиселками Каким-то образом Предсказать Тот самый Вот Ту самую Ассессорскую оценку Там Или еще В зависимости от того Что мы там Оптимизируем Вот Соответственно Что получается То есть У нас Получается Что все факторы У нас Про одно и то же В нашем датасете И хочешь Не хочешь Конечно Они будут все Скоррелированы То есть Они друг на друга Будут похожи Потому что Они пытаются Предсказать Одно и то же Очередный фактор Вот Поэтому Конечно Нам Если мы хотим Добиться Какой-то оптимальности Нашего субсета Нам Нужно Уметь Не брать Дубли По крайней мере Так Давайте Посмотрим Какие-то Критерии Нерелевантности Признака Ну вот Пример Давайте Посмотрим Задачи Бинарной Классификации Соответственно Вот у нас Есть два класса Плюс Единица Минус Единица Вот Каким образом Мы можем Понять Что Та или иная Фича У нас Соответственно Будет для решения Этой задачи Бесполезно Здесь на самом деле Решение Кроется просто В пыльственном Смотрении На эту картинку Вот То есть Если эти Распределения Похожи Тогда Соответственно Эта фича Нам нифига Не поможет Эти Класс 1 От класса Минус 1 Отделить То есть Соответственно Наша задача Чтобы Вот Та фича Которую Которую мы Использовала Она Соответственно Как-то Ее поведение На классе С единицами Каким-то образом Отличалось От поведения Там На классе Минус единиц Ну В общем Это Такие Умозрительные Заключения Вот Дальше Что Соответственно Вот можно Еще Аналог Критерия Хи-квадрат Смотреть Вот Уже Для задачи Многоклассовой Классификации Здесь история Фактически Такая же То есть Вот Если мы Рассмотрим Вот такую Статистику То есть У нас М и жито Это количество Примеров Со значением Фичи Ф Равная Фито И Со значением Ответа Равная Ужито То есть Если мы Такие Соотношения Подсчитаем Заранее По нашей Матрице Обучающих Данных И Соответственно Рассчитаем Вот эту Статистику Хи-квадрат Мы Собственно Можем Попытаться Сделать Вывод О том Насколько Данная Фича Будет Вообще Релевантна Для решения Этой Задачи Критерий Хи-квадрат Он меряет На самом деле Похожесть Двух Случайных Величин Что мы Тут Считаем Вот тут Фактически Считается Ожидание То есть Среднее По всем Нашим Вариантам Которые Представлены В нашем Датасете Вот А это То есть Характерное Какое-то Значение Какое-то Характерное Значение Фичи Для Житого Класса И вот Мы Смотрим Соответственно Если У нас Получается Что Это Значение Имеет Достаточно Значительное Отличие От среднего От средней Величины Тогда Тогда Эта Штука Нам Дает Какой-то Сигнал О том Что Ну Какой-то Сигнал О том Что Мы Можем Разделить Значение Ну То есть Мы Можем Разделить Примеры Которые Относятся К Различным Классам Потому Что Если Оно От среднего Никак Не отстоит Это Значит Что Там Для всех Для всех Примеров Грубо говоря Значение Для всех Классов Значение Рефичи Грубо говоря Примерно Одинаковое То есть Это Из того Что Мы Увидели На Предыдущем Слайде Распределение Их Там Более Менее Совпадает Понятно Да Идея То есть Если Грубо говоря Там Вот Это Вот Наши Значения Они Похожи На Средние Тогда Соответственно Ничего Ничего Хорошего Мы И путного С этой Фичей Сделать Не сможет Давайте Еще Еще Одну Штуку Посмотрим Мы Можем Понимать Что Фича Нерелевантная Вот Соответственно Идеология Вся Та же Самая Здесь Все Достаточно Тупо То есть Мы Смотрим Крубо говоря Мат Ожидание На Примерах Где У нас Игрек Положительный Ну То есть Ответ Положительный Мат Ожидание На примерах Для фичи Где у нас Игрек Отрицательный Вот Аналогично Считаем Значение Для дисперсии И дальше Просто смотрим Если у нас Ожидание Для Положительного Класса Отличается От ожидания Для Отрицательного Класса Тогда Соответственно То есть С этой фичой Мы будем Иметь дело Она несет В себе Какой-то Положительный Сигнал В противном Случае Мы на нее Забьем Дальше Соответственно Теперь Чего мы Хотим Более Интеллектуального Вот То как Работать С одной Отдельной Фичой Мы более-менее Поняли То есть Мы хотим Чтобы она Каким-то Образом Помогала Разделять Там Примеры Разных Классов Отлично Вот Соответственно А как же Быть Вот с этим Критерием Чтобы Не брать Непохожие Давайте Соответственно Будем Действовать По следующему Принципу Вот у нас Есть наша Матрица С данными Соответственно Вот у нас Есть Вектор Ответов Вот Наше Интуитивное Желание Искать Признаки Которые Похожи На ответы Но при этом Друг другом Не похожи Стандартная Стандартная Мера Похожести Для двух Векторов Это у нас Угол Между Векторами Коэффициент Корреляции Он фактически Там Он как раз Нам Эту штуку И мерит Вот И Основываясь На Вот этом Критерии У нас Появляется Так называемый Метод Который Называется Коррелейшн Фича Селекшн Вот Сокращенно КФС И Альтернативный Метод Который Использует Теоретика Информационные Меру Похожести Двух Случайных Величин Это Соответственно Взаимная Информация Вот И метод На ее основе Называется Минимум Реданданси Максимум Релеванс Найти Сабсет Который Будет Максимально Релевантен Нашим Ответом И при этом Минимально Избыточен Ну В общем Все просто Соответственно Для Коррелейшн Фичи Селекшн Критерий Собственно Следующий Мы Для Каждой Фичи Считаем Корреляцию Нашего Фактора С ответами То есть Смотрим Насколько Он коррелирует И Дальше Мы считаем Еще дополнительно Попарные Корреляции Между Всеми Нашими Признаками Матрицы Идет А дальше Соответственно Руководствуемся Вот этим Критерием То есть Мы У нас Числители Идет Суммарная Корреляция Между Всеми Между Всеми Факторами С ответами Вот Знаменатели У нас Соответственно Количество Этих Факторов Плюс Двойная Сумма Взаимных Корреляций Между Всеми Между Всеми Признаками Вот Ну То есть Очевидно Мы хотим Максить Числитель И уменьшать Знаменатель Соответственно То что Написано Второе Это просто Коэффициент Корреляции Между Там Фичо Ит И Фичо Ижит Вот Соответственно Чего у нас Какой критерий Мы Пытаемся найти Такой Сапсет Который Максимизирует Вот эту Штуку Вот То есть Критерий Который Максимизирует Во-первых Корреляцию Признаков С ответом И Минимизирует Два параметра Это взаимную Корреляцию Между признаками И количество Признаков Которые мы Используем Вот по такому Критерию Мы с вами Увидели Что для того Чтобы делать Вропер методы Нам потребовалось Там делать Полный перебор Сапсета фичей Там постоянно Перестраивая Нашу модель Машинного обучения Я вам сказал Что это жесть Так делать нельзя И То есть Нормальные пацаны Так не делают Вот Тут вся фишка В том Что мы Делаем Такую Аппроксимацию Этих Вропер методов Только без Без моделей Ладно Окей Соответственно Дальше у нас Методы МРМР Все Все то же самое Только Критерий Немножко другой То есть Мы считаем Так же как и раньше Только вместо Коэффициента Корреляции Так называемую Релевантность Каждого признака Вот Ну точнее Даже не каждого признака А суммарную Суммарную Релевантность Всех признаков И нормируем На количество признаков И дальше Считаем Избыточность Ну то есть И очевидно Нормируем На количество пар признаков Ну и соответственно Здесь Здесь критерий Несколько иной То есть Мы Максимизируем Разность Отношения В этот раз Вот Но смысл Как бы Идеологически Один и тот же Только просто Вместо Статистического Критерия Используем Теоретико-информационные Критерии Все Все зависит На самом деле От той задачи С которой вы работаете То есть И с какими методами Вы работаете Ну то есть Нужно понимать Что Какого-то рецепта Какой метод Применять Здесь конечно Я вам не дам Они как бы Про одно и то же Я их поэтому Вместе рассказываю Вот Просто Ну Что называется Чтобы вы знали Что можно и так И так посчитать Эту штуку Ладно Теперь Переходим К самой К самой интересной части На самом деле Вот А именно К имбедов методам И соответственно Имбедов методы Вы надеюсь Помните Кто такие Собственно Те методы Которые Предполагают Что Фичи Селекшн Займется Та модель Которая будет Обучаться Вот То есть Мы Вообще Там Не делаем У нас Никакого Оверхеда Нету Никаких Накологных Расходов Нету Просто строим Модель Машинного Обучения И считаем Что она Нам Сама Все Скажет Кто Хороший Кто Плохой Кто Полезный Кто Бесполезный Соответственно Для Линейных Моделей Мы Очевидно Можем Использовать Коэффициенты При При Фичах Которые Которые Соответственно Нам скажут Какой признак Более важный Какой Менее Важный И так Далее Вот Потому что Это на самом деле Достаточно важно И хорошо бы Чтобы вы это понимали Окей Дальше Соответственно То что То о чем мы говорили Вы для С очевидностью Можете Для Отбора Признаков Использовать Деревья Решений Вот Но По большому счету В общем случае Переобученные Деревья Решений Для отбора Признаков Использовать Не нужно То есть Вот такие Как в Random Forest Соответственно Что можно Использовать Можно использовать Деревья Решения Спрюмингом Ну Соответственно То есть Ну С очевидностью Нам нужно Добиться Вот такой вот Картинки То есть По большому счету Сделать Построить Наше дерево Решений Дальше Итеративно Запустить Процедуру Прюнинга Чекаться Опять же На внешнем Критерии Что мы Дошли до Состояния Fit Но еще Не перешли В состояние Underfit То есть Когда мы Начинаем Слишком сильно Подрезать Наше дерево Решений Таким образом Что у него Ломается Байос И соответственно То есть Сложность модели Становится Слишком слабой Для того Чтобы наши Данные Представить Вот Как только Мы вот этой Ситуации Добиваемся Соответственно Вот Те признаки Которые Используют Наше дерево Решений Мы уже Можем Использовать В качестве Сабсета Для Ну В качестве Вот этого Финального Сабсета Отобранных Признаков Во Соответственно Но Помимо Всего прочего Да Помимо Вот непосредственно Отбора Тех признаков Которые Вот в дереве Используются От тех Признаков Которые В дереве Их не Используются Нам бы Еще здорово Было бы Понимать А какие признаки Более важные И какие признаки Менее важные Что оказывает Там Больше эффекта На результаты Что там К результату Имеет Весьма Посредственные Отношения Понятно Да То есть Если там Мы например Использовали Какой-то признак Один раз В Где-то На нижнем ярусе Дерева Это в общем Случай Как бы Про признак Ты мало Чего Говорит Как нам Понять Что Один признак Более важный Чем другой Вот В линейных моделях Мы уже разобрали В линейных моделях Это вроде как Всем понятно Да Как в нелинейных На примере Деревьев Мы с вами Про деревья В основном Говорим Вот Как в нелинейных Понять Какой признак Более важный Какой менее важный В умных книжках Еще пишут Такие Полуэвристические Методы На тему Того Что Как можно понять Что та или иная Фича Типа Более важная Вот Если без Всяких Без подсчетов Там Вот эти Вот статистик Насколько А каждый признак Там уменьшал Ну ошибку Там на трене Например Вот Соответственно Предлагается Что сделать Предлагается Из тех данных Которые у нас Образуются Во внешнем критерии Соответственно На этих данных Проверить алгоритм Построенный С этой фичой И алгоритм Построенный Алгоритм Которых Сейчас Вот на отложенных данных Их предлагается Сделать два варианта Один вариант Вот Так как в оригинале Второй вариант Это взять Вот эту вот фичу Ее рандомно Пошафлить Столбик Вот И дальше Применить Результирующий Алгоритм Собственно На первом варианте Данных И на втором варианте Данных Вот И дальше Предлагается Проверить Вот Наш Получивший Ну Наше Получившееся Дерево решения На этих данных Вот Если Грубо говоря У нас Результат Изменится Не сильно От того Что мы сделали Такую страшную операцию Короче С этой фичой Значит Фича фигня Вот Если все сломалось То фича Значит Как бы Была рабочая И не надо так делать Смотрите Обучили мы Наше дерево Соответственно У нас Есть Данные Для внешнего Критерия Ну Там Условно Говоря Там Вот Деревья Мы учили В рандом Форесте Рандомно Семплируя Из нашей Обучающих Данных Вот То Что В рандомный Сэмпл Не попало Которое Мы называли Out of back Data Мы используем В качестве Валидационного Сета Вот Предлагается Вот этот Валидационный Сет Разбить На 2 Ну Точнее Вот этот Просто Проклонировать 2 раза И Для того Чтобы оценить Важность Фичи Предлагается Вот Условно Говоря Вот эту Итую Фичу Да Которая У нас Тут есть Во втором Варианте Взять Рандомно Пошаплить Вот Соответственно Потом Оценить Перформанс На этих Данах И оценить Перформанс Вот на этих Данах Вот этого Алгоритма И дальше Соответственно Сделать Вывод О том Если Этот Скор Изменился Незначительно Значит Фича Неважна Если Изменился Значительно Вот То тогда Соответственно Все Мы все Сломали Фичу Фичу Надо Оставить Вот Окей Соответственно Как нам Сказали Поступить В Аддитивных Ансамблях Мы можем Просто Все фичи Им потенци Поскладывать Списами Это Действительно Так А Чего Будет Если У нас Нелинейная Композиция Типа Стекинга Ну Это Смотрите Это Когда У нас Вот У нас Есть Обычные Фичи Так Называемые Роу Фичи Мы Из них Делаем Супер Фичи При помощи Какого-то Машинного Обучения Там Не знаю Здесь Там Рандом Форест Здесь Допустим Там Градиентный Бустер Здесь Там Не знаю Неронная Сеть Дальше Это Все Дело Заталкиваем В Какой-то МЛ Ну Не знаю Там Линейную Регрессию Понятно Да? Вы Можете Оценить Каждый Вес Каждой Супер Фичи Правильно? А потом Среди Этого Веса Вы же Знаете Тоже По каждой Супер Фичи Какие Фичи Она Использует Так Ладно Давайте Подведем Некоторые Итоги По Нашим Соответственно Сегодняшним Методам Значит В Ропер Методам Мы Поняли Что Можно Собственно С помощью Него С помощью Этих Методов Найти Фактически Оптимальный Датасет Ну В смысле Оптимальное Подмножие Фичей Правда То есть Никто Никогда На практике Это Не Делает Потому Что Для Там Значительных Наборов Данных Это Impossible С вычислительной Точкой Срения Вот Дальше С фильтр Методами С фильтр Методами Все Хорошо То есть Мы Поняли Что Они Достаточно Легко Масштабируются Для Датасетов Большей Размерности Дешевые С вычислительной Точкой Срения Но Есть Как бы Проблема Соответственно Проблема Которую Мы Не Обсудили Это То Что Данный Подход Он Не Ловит Фичей Интеракшн Смотрите Фичей Интеракшн Если Переводить Это Взаимодействие Признак То Что Мы Рассматривали Мы Рассматривали Два Основных Метода Это Коррелейшн Фичей Селекшн И МРМР Проблема В том Что Эта Штука Она Работает Каким Образом Да Она Она Фактически Нет Она Ищет Корреляцию Каждого Фактора С ответом Проблема В том Что Если У вас Например Каждый Фактор Сам По Себе Фигня Ну Вот Условно Говоря У вас Есть Например Вы Решаете Там Задачу Сделать Геопоиск Рабочий Пример Соответственно Вот У вас Есть Фактор Который Называется Там Регион Пользователя Вот Есть У вас Фактор Ну То есть Регион Откуда Пользователь Задал Запрос Аптеки Например Запрос Сидит Он В Хабаровске Спрашивает Аптеки Вот Соответственно У вас Для Каждого Сайта Тоже Есть Регион Сайта Понятно Да Ну То есть Сайта Грубо говоря Какому Географическому Региону Там Принадлежит Там Аптека В Хабаровске Аптека Там В Крыжополе Там Аптека Еще Где Вот Соответственно Если вы Просто Этот Регион Попытаетесь Использовать Для Машинного Обучения Или Для Этого Метода Отбора Признаков Вы Поймете Что Там Просто Какой-то Идентификатор Региона Сам По Регион И Оценка Какой-то Идишник Региона Какой-то Наш Внутренний Характеристика С экспертной Оценки Как она Связана Никак Не Связана Но Смотрите Если у нас Есть два Таких Фактора Идишник Региона Пользователя И Идишник Региона Сайта Если Мы Их Например Паксорим Да То У нас Соответственно Сразу Будет Там Фактор О том Что Типа Если Это Нолик Тогда Типа Все Круто И Вот Такие Как раз Фичи Интеракшены Вот Эти Данные Методы Не Ловят Но Зато Их Как бы Можно Быстро Считать Дальше И Имбедед Методы Вот С Имбедед Методами Все Лучше Они Менее Вычислительные Затратные Чем Ропер Методы Вот Но Проблема В том Что Тот Результат Те Сабсеты Которые Получаем При помощи Имбедед Методов Они Сильно Зависит От Используемого Алгоритма Обучения Ну То есть Понятно Да Если Мы Делаем Ансамбль Деревьев Получаем Один Результат Если Делаем Линейную Модель Получаем Другой Результат Как бы Вообще Очень Слабо Друг Другу Напоминающий Вот Ну И Безусловно Конечно Очень Сильно Зависит От Датасета То То Данная Фича Представлена У Вас Имеется Там Малая Дисперсия Для этой Фичи И Соответственно Велика Вероятность То Что Она Вообще Методом Не будет Использована Ни как Немножко Про То Как Собственно Оценить В реальной Жизни Работает Фича Или Не Работает Вот Соответственно Представьте себе Ситуацию Вы Являетесь Разработчиком Где Нибудь Пилите Фичу Какой Нибудь Там Что-то Запилили Вопрос Как Как Вот Теперь Понять Вы Работали Хорошо И То Что Вы Запилили Оно Профит Приносит Или Нет Вы Например Пилили Какую Фичу Для Антиспама Которая Является Одним Из Факторов В Ранжировании Поиска Ну Вот Вы Пилили Фичу Вот Здесь Оценивать Можете Только Результат Работы Вот Этой Штуки Вы В общем То Вы Не Должны Ограничиваться Одним Тестовым Набором Я Вот Прошел То есть Не Должно Быть Такого Что Вы Делите Свою Выборку Грубо говоря На Обучающую Тестовую Один Раз И После Этого Начинаете Что-то Подбирать И Подбирайте До Ну Короче Добиться Профита На Тесте А Может Получиться Так Что По Большому Счету Ну Хорошо На Этом Тесте У Него Профит На Соседнем Тесте У Него Как Б Минус А Он Тюнется Под Один Тест Ну И Все Как Б И В результате Он Пилил Месяц Тюнился Под Этот Тест Приносит Результат Вот У Мятом Типа 5% Качество Я Молодец Начинаешь Куда-то Встраивать Короче Видишь Что Ничего Не Меняется А то И Хуже Стало Короче Начинаешь Думать Как Б Толь Те Обманывают Короче Толь Ты Дурак Короче И Вот Приходится Разбираться С такими Вещами На Сам Деле Да То Здесь В Общем Случае То Для Того Чтобы Понять Что Фича Полезна Это Нужно Там Проверить Статистическую Гипотезу О том Что Качество С этой Фичой Оно Выше Чем Качество Без Этой Фичи Вот На Практике То Есть То Что Делают Это Просто Вырождается В Ту Самую Кросс Квалидацию Про Которую Сегодня Уже Говорил И Соответственно Со Сравнением Скор Причем Скор Сравнивают На Таком Уровне То Не Смотрят На Абсолютные Увеличения Скоро А смотрят На Именно На Изменения То есть Профит Был Или Профит Не Был То есть Мы Таким Вот Образом Делаем Многократное Разбиение По Блокам Смотрим Сколько Раз У нас Добавление Этой Фичи Дало Профит Сколько Раз У нас Добавление Этой Фичи Профит Уменьшило Вот Если Соответственно У нас Получилось Так Что Ситуация Когда Добавление Этой Фичи Профит Улучшило Оно Больше Чем Профит Уменьшило То Как Блок Считается То есть Мы Не Смотрим Насколько Каждый Раз У нас Все Это Прыгало Вся Эта Система То есть Если У нас Три Раза Было Плюс Один Процент Один Раз Было Минус Пять Процентов Мы Считаем Что Типа Норм Потому Что Три Одно Из Самых Таких Адекват Если Вы Грубо Говоря В среднем Добавление Этой Фичи Скорее Приносит Профит То Вы Оставляете Избегая Тех Крайних Ситуаций Когда Это Дает Большой Провал Добавление Этой Фичи То есть Если Они Достаточно Редкие То Вы На Нех Забиваете Так Ну Собственно Все Все Что Касалось Нашей Сегодняшней Лекции Редактор субтитров Продолжение следует...